Добрый день, господи. Начинаем наше заседание. Наше здоровое заседание в 2016 году. Здравствуйте, друзья, давайте перешим внимание на следствие. Я в последующем еще раз вас поздравляю с Новым годом, желаю всем здоровья и удачно и успешно нового года. У нас на повеске дня с вами сегодня достаточно большое количество вопросов. 15 случаев разного. Перейдем к рассуждению повески дня. Давайте я представлю Голошонок. У нас сегодня присутствует на заседании советник префекта Углазатор города Кышов, Александр Ильич. Добрый день. Помощник прокурора, черепа корпоратуры Сафронов, представитель, главный специалист соединенных фазов в городе Москвы, Азарян и Влада Альнов. Зам главы правы в районе Конькового фронта Владимир Юрьевич. Начальник МВД России в районе Конькового города Москвы, Абдулзин Рашанхайданович. Представитель, представитель совета местного отделения Конькового города Москвы, Абдулзин Рашанхайданович. Так, коллеги, переходим к обсуждению повески дня. Напоминать по регламенту, по количеству регламентного времени для выступления вопросов собственного выступления. Необходимо? Я их все помню. Хорошо, тогда переходим к обсуждению повески дня. Первый вопрос. А заслушан информационный поезд из сериала Конькового ГБУ ТЦШО Олмановске, Работа учреждения в 2016 году? Отвладчик Декова Светлана Николаевна. Второе. Об отчете начальника ВВД Рачи Бароня Конькового и Жалого города Москвы, Работа отдела в 2016 году? Отвладчик Абдулзин Рашанхайданович. Детая. Об отчете постоянной комиссии депутатов Министерства Конькового Организации работы с депутатами, balancing контроля заработанных и должностных мест hospов в управлении, регламентная комиссия за 2015 год, оплачет Папу Сергей Иванович. 4. Обращительные комиссии для депутаций му Proshtun Коньков!, по развитию му простор Three Главы 12 AGts for Realtor-Namp проводят необходимые материалы. 5. Обращительные комиссии для депутации му flu о двух области vontade в trabalе за 2015 год, а дальше в му сана выйана Элель-Юн notes. 6. Обращение к главному муниципальному Канькову 7. Обращение к главному муниципальному Канькову 8. Обращение к главному муниципальному Канькову Уважаемые депутаты, кто за, прошу голосовать в ПВТ. Прошу отмечать в Санкт-Петербурге. Повестка дня утверждена. Руслан Хайдальевич, пожалуйста. Вечерашний вопрос. Олгут Организован Денисский отдел уже за 15 год. Задача на достоинство. Как я ищу в системе, я говорю, это антиспечение данных зато, что вопрос об обеспечении движения общественного совета представляет, что это не случилось. И от того, что они решали с нами до 15-го года, будут решаться вовлечения в правительстве социальной самостоятельности жителей нашего округа в стабильной деятельности Организованской области и общественной обвинения. На определенные силы, вообще внутри, до 16-го года, работа отделом ГАСИПРОНКОЙКОВА, в первую строку, в соответствии с Европейским правом актами, руководящий в ВИЧ Росклавов, принесло выполнение задачи по оскорблению на Министерство обвинения в делу. В первые два года в текущем году в ВИЧ Росклавов, в частности, с тем, что в ВИЧ Росклавов, работа за заказ. Оценка поводительная. Вчера, как и в ВИЧ Росклавов, хотели построить не на показатели производят следующее приказы на паре на оценке в ВИЧ Росклавов, на поле на территории района и 50-го больших сил. Принятым мерам, на учреждение в ВИЧ Росклавов с расчетным переведением не удалось, хотя изначально в ВОЧ-то в том числе регистрируют и рассмотрения на нем не допущены. Так, в 2015 году всего в ВИЧ Росклавове 1279 преступлений, 45 по сравнению с прошлым годом. Необходимо отметить, что в ОВИЧ Росклавове в районе коньков города Москвы остается во высоком уровне, нашли много положенных количеств для регистрированных преступлений все реологических и разведения города, а по данным обладательной региональной безопасности город Москве входит здесь в десятках самых кримногенных районов в городе. После цельсовершенном в ВИЧ Росклавове Продолжение следует... 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 У Роско в рамках дела отроженного учета. Словом докладе, мы его поставили без внимания, работающий в Учкову, в Учкове, в Учкове полиции отдела. Так как их работ, непосредственно, общение с людьми нашего района, именно от этих работ, разрешиваясь внимание своим жителям, зависит от общей вниманиями в течение работ в полиции. Роскость славы электронных краж в квартире граждан, была органически эффективна с работой в послательстве преступлений, про нарушение в живом секре. В этом году, в Учкове, в Учкове, в Учкове, в Учкове, в Учкове, освободьяшкость стихоин совершенных на логологии, а это уже вложено в joka в ученку эффективно-свидетельных breukh в Учкове. Учатый преступлений, а как и российского рода, не обязательно в 20,5%. Однако необходимо сказать, что качественный рост, которые не изум área остаются не с нижьим другим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В заключении необходимо отметить, что в своей проблеме мы увидим, принимая меры реализирования без правильной негативной ситуации, не нуждадел в расходе структурных преступлений на 3-й квартал, на 1-й квартал 16-го года, так и поведущее следственное отделение над Россией правил Коньковым, на 31-й декабря 15-го года, что в личном уголовном деле по имени догнать 43-го уголовного дела, в лице, по которому установлены из них категория тяжкие, а не тяжкие, а не тяжкие, а не тяжкие. Уважаемые жадны, в проект 2020 для горловосстановления на сочновидении в 2013-й год проведено 12-й проживания инженерных рядов подросток, 24 легких и 28 правонарушениями сечества по указателям учебнию. Для различных правонарушения в отделу 11-й декабря 15-й подросток. Интрафиологическое учёное в дальнейших предметно type Eric до поставленных в 16-м имени в первенстве окружающихся и в другома. В этом случае в течение системы фактов производительности правонарушениях в 8-й сочновидении в течение 6-й. С участием несовершеннолетних совершено 5 преступлений, 5 подростков ставят жертвами преступного подсердия. По поводу нового состояния проводится встреча с руководством учителя в заведении, неопределивающей беседы о нарушении ограждения уголовного законодательства и прогрессии беседы о нарушении правил дорожного движения. При использовании технических средств системы ГЛОНАШ, оборудованного установленного автоматического конкурирования, Раскрыто 9 преступлений, это грабежи и грабежи. При использовании очень важных и очень многих для нашей работы Гимненного центра охранения данных, это видеонаблюдение внутри главы Камера, раскрыто всего 12 преступлений. Каждый текущий был раскрыт 20 преступлений прошлых лет, регистренных ранее 15-го года. По административной практике, в УМВД 12 месяцев 15-го года составлено 2479 материалов по повышениям нарушениях, в том числе из них 147 за нарушение правил 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 неостремленных граждан Российской Федерации, и 145 материалов нарушения алтогольного законодательства. Участие в разведении УМВД, смена стакана 136, ликензируемая расширительная работа 119 протоколов, отдельный рост поиск 860, учков, помощь 137 на сервере протоколов. Процент жесткости по штрафам за аминистративное повышение составил 50%. По обращениям с гражданами. Работа с обращением гражданами на сервере 11-го и 11-го года в УМВД 12-го года собирали законы номер 59-го года 2-го маячевого года, а проект для осмотрения обращения граждан на российской Федерации. На настоящее время доминируют такие заявления. Это заявление, связывая с экономикой, что не функционировано в отношении везде на свежие граждан, банк, карты, счетов, посредствия интернет-банкоматов, а также по вопросам организации о воздвижении и обеспечении его безопасности. Таких обращений больше не обращаются. И через какие-то разрешения и расширения компетенциям отдела не входит, так сказать, только осчителяемые сборки личной информации с последующей передачей компетентной службы. Судья и граждан были приняты в обращении в районе ТНК на речном премии, в том числе 87 лично многое было принято. В основном обращении граждан на крайний вопрос о непринятии вверх, в суде компонентной службы не согласны, что не заменшали оборудование, в уголовном делах, мошенничество действий, в муществе граждан и организации. А также по вопросам нарушения тишины заключения. В 2016 году, прийдя на варенье в работе с предстоящей подземлемой власти в районе задачи продолжать уставать повышение качества работы в расцветии в зоне тяжества за тяжества преступлений, в том числе работа, приближения квартирных, кража, кража транспорта, превращение граждан на расцветии в преступление в совершенно общественные места, совершенствование системы профилактики на нарушение преступлений, совершенствование формы обеда от борьбы с терроризмом и на огромные преступности. Получение эффективности в борьбе с коррупцией, в заключении к отречению с организатором выявления притонов, в средствах бельных наркотиков и организаторской конституции. Выявление и пресечение про нарушение в сфере негативного возбродательства. В заключении, я хотел бы сказать, что отделы негативных правильников я возбавил в 2-й июне прошедшего года. В настоящее время из 13 руководителей отделов различных служб подразделений полиции в 8 из них назначенных в 3-й и 4-м квартале проходит. То есть, так, положено, будет еще некоторое восстановление отдела как руководителей, как личностей, как руководителей, так и села отдела. Перестраиваемся в действие положительные моменты, которые мы добились в текущих, в прошедшем году. Надеюсь, что эта энергия будет продолжаться. Не за счет их свои недостатки в виде. Если не видно, на них достаточно часто указывают. Мы постараемся исправить и добиться, чтобы быть одним из этих девочек на зрение. Спасибо, Руслан Хайдарович. Руслан Хайдарович, уважаемые коллеги. Переходим к вопросам. Есть вопросы к докладчикам? Нет вопросов? Руслан Хайдарович, ну пока. Пожалуйста, Лина Юрьевна Капеева. Скажите, пожалуйста, что-то в районе используют технические средства именно автомашины, оборудование системы ГЛОНАСС? Согласно приказу по 4-1 диспокации, у нас есть новое восстановление экипажей, которое, в следующий раз, ставят 15 единиц, причина стала за сутки. Если переводить их в экипажах, получается, мы оставляем 2-3 машины в смену. В смену это у нас не идти, то за сутки получается, что, если мы не понимаем, начнем. Среди на маршрут за сутки выходит 5 машин. И из учета требуется все. Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста, Петрович. Я хочу спросить, вот, по отношению к банкам, банкам, как, например, охраняйки, что все дела? Там какие-то, например, седомители есть, что, допустим, человек, если снимает сколько сумму денег, уже подсчитает, и, да, вот, случалось. На Микрухо Макварице был случай, да, по-моему, по телевизору. На Микрухо Макварице случилось долго, там было... Там седомители еще, да, все. Я не могу вам сказать, потому что преступление было организовано и планировано не на нашей территории. Здесь вот, в завершающей стадии, по данному преступлению, могу сказать, что лиги задержаны, в правовом члене, что прошаемое перекрытие объектов, кредитной финансовой сферы, каким-то оперативным подходом, или иметь там, что их доверие несли, не отличаются возможности, и здесь высоким уровнем развития данного. Данной сферы медленности у нас на территории района Канькова располагается порядка в трех пяти таких объектов, начиная от пунктов перевод денежных, заканчивая банками, пунктами обмен на валют и выдачи кредитов. Перекрестивы физические, практически невозможно. Однако работа в этом направлении проводится, заключается она в общении и в спешном взаимодействии с сослуженными запахщиками этих объектов в длинной финансовой сферы. Проводим совместное совещание, прорабатываем в полноценную стадию для профилактических преступлений, совершаемых исходя, и, так скажем, на них в деятельности. Таким образом, вы можете быть в курсе дела, кто забит информацией о складах. Вот, допустим, у меня там есть склады, какая личность может сказать, что у меня там есть предполосы. Даже я сам не знал. Это банка с кокаремой, значит, сотрудники, сотрудники, сотрудники. Банк или личность какая-то. Банк или личность, там мало денег, давай мне не следят. Хорошо, коллеги, еще вопросы есть? Руслан Гадальевич, ну, действительно, отдел проводит большую работу, существует постоянная реорганизация, плюс еще такой вот у вас идет замена состава, как сказать, мы с вами всегда в контакте, вы быстро реагируете, надо отдать должное. Но есть моменты, вот, по обращениям, все-таки у нас есть четыре обращения, которые, на которые мы не получили все временно, значит, ответа, какие действия предпринимателя сделаны, и, значит, что в результате нам нужно было, значит, ответить нашим заявителям, нашим жителям. Значит, это обращение Аветовой по вопросу на храбрение помещения котельного, молодых людей, передняя ученика. Было у нас в апреле. Обращение Иванова Андрея 29.09.2015, по проживанию нелегального мигранта. Дальше обращение Жилина Михайловна Анатольевича по вопросу навязывания услуг. Это 25.09. Какие услуги? Замечуя уже в подъемках. Я вообще не подникал, и слава Виталия, у меня. По наличию холодного оружия и водкоствольного оружия и кассетов. В всяком случае, на эти обращения мы не получили, вот ответы. Я прошу, что ты в ближайшее время успех направить. Если есть какой-то комментарий... Комментарий, к сожалению, у нас есть, бывает, у нас, что, к сожалению, так называемый учёно-регистрованный регистрационный дисциплина, она бывала, что же, что же пора, к сожалению, здесь не буду оправдываться. Мы на внешность информации постараемся эти вопросы и ответим к общающей сроке. Хорошо. Ну, по вопросу, вот, незаконное у нас было обращение торговли, мы с вами общались алкогольными делами после берега 5 часов. Сейчас, действительно, даны разъяснения. Вот депутат, чтобы тоже понимали, функционально дали разъяснения. Я хочу сказать, что с 15-го года, да, значит, этим вопросом занимается у нас управа. Мы направили у права в УДС-ской обращении, где мы ответы. Такие обращения у нас будут есть. По этому вопросу, да, мы сегодня больше пообщались, значит, не все к своим вопросам остались наши компетенции. это не с 18-го года, как раз, изменим по исполнению федерального закона, по закону города Москвы. То есть некоторые моменты по документированию мы можем документировать, однако решение по данным моменту мы не принимаем, и даем их для разрешения по МИС-1 комиссию правого района. заимодитационно-важенную планируется на ту совместную мероприя, по словам, возникающим меня наказывать, возникающим вопросам. Хорошо, спасибо. Есть коллеги еще? Нет, да? Ну, я думаю, что в целом, нужно, значит, одобрительно проголосовать за проект решения. Больших вопросов действительно работа не вызывает. Замечания есть, мы в рабочем порядке их отрабатываем, и отдельно хочу благодарить, конечно же, за приживку. Это основной такой момент. Возвращение граждан – это тоже важная вещь, поскольку, конечно, наши жители ждут на кроативное реагирование, на сильные вопросы. Но, тем не менее, в наши полномочия входит обеспечение работы призывной комиссии. Вы знаете, что я уже говорил об этом, что мы призыв точения достаточного успеха выполнили, мы его выполнили заранее, с превышением процента, и вещаний, и осенний вы выполняли с помощью и взаимодействием органов внутренних дел района Канькова. Поэтому спасибо за работу, и надеюсь, что в дальнейшем мы также эффективно и оперативно где-то будем решать вопросы. Да, да, нам сейчас остается проголосовать за проект решения. Есть какие-то запрещения, готовы за... Есть следы, а приниматели в целом готовы вставать за проект. Готовы. Тогда рассчитываю про это решение. В соответствии 33 статьи 8 федерального закона на 7 февраля 2011 года, номер 3, В. Полиции, заслушавшись на правду информации начальника МВД России правила Канькова, в бюджетном 90-й городе Москвы, обновлено, основная работа отдела в 2015 году, стать депутатом в жертву и решения. Первое. Принять отчет начальника МВД России правила Канькова, в бюджетном 90-й городе Москвы, обновлено, создать работа отдела в 2015 году, в сведении. Также, введите на решение на сайте администрации МВД России правила Канькова, в третьей контроле за выполнение в следующей решении и в заведении главы МВД России правила Канькова и введите на сайте администрации. Уважаемые депутаты, кто за данное решение, как голосовать против? Единогласно прошло отметить протоколе, решение принято. Приходим ко смотрению второго вопроса. За вас задарим, и за послужебные ваши дела мы вас отпускаем. Спасибо за внимание. В мире ответа. Так, уважаемые горики, а, там, мне приговорено, в команду, да, эти, чтобы открыли кабинет? Так, заслуживание информации руководителя материала Канькова и ГУССКОО Ломоноски работают через день в 2015 году. Светлана Николаевна, пожалуйста. Так, у нас... Да, и тема, я вам приглашу. Я представляю вашему вниманию отчет о работе сериала Канькова ГУССКО Ломоноски в 2015 году. Вся информация будет представлена на экране, можете вот смотреть, а я буду вам свой доклад представлен. С сериал Канькова, государственного бюджетного учреждения ГУССКОО и территориальный центр Саня-Московь и Ломоноски расположен в плане. Улица Просаил в основе мощность площадь дробь 20, занимаемая площадь 353 квадратных метра. Центр функционирует с 1996 года. В центре функционируют следующее отделение. Отделение социально обслуждано домов. В настоящее время на всеми отделения обслуждано домов. Социально обслуждано домов является один из основных видов социальной работы, в действительности которого направлены на максимально возможные продления и пребывания граждан привычной для них домашней обстановки. В 2015 году 1364 клиента от Сона-Дому оказаны различные виды социальных домов. Здесь представлены две фотографии. Вы видите, это наши социальные работники. Поздравляю клиентов социальной службы, получатель с Сану-Кушу, теперь они у нас называются с 2016 года. Это ветераны участники Великой Отечественной войны и пребывания 70-летия. Это наши специальные работники здесь. Красивая представленная фотография. Но их у нас 124 работники, которые отбудывают на дороге 344 человека. И в 2015 году еще было 11 заведующих, сейчас у нас все заведующие все. Здесь в этой следующей таблице представлена помощь, отарка помощь в 2015 году. Это покупка продуктов питания 154 117 услуг. Покупка промышленных товаров более 20 тысяч. Покупка и доставка микроскоп препаратов 65 363 единых заплат и доставка и доставка почти 10 тысяч таких услуг кубок и квартиры 9384 услуги медицинская санитарная помощь 2253 услуги и потовая помощь в далачном хозяйстве 42 147 услуг. Но здесь коврится только основная помощь социального указания, которую выполняли наши социальные работники. на самом деле, конечно, и другие недоуслуг тоже выполняли в 2015 году. Поделение срочного социального обслуживания оказывает помощь разного характера, разного пожилого возраста, инвалидам, многодетным и неполным учениям, но в зависимости официальной поддержки. В последовательном учебе поделение срочного социального обслуживания составляет 20 331 человек. Количество жителей и годных категорий, которые находятся на учете в Селяре Гранькова составляли, это участники Великой Отечественной войны, есть 11 человек, инвалиды Великой Отечественной войны, 52 человека, трудники целых 1265 человек, многодетные семьи, 996 семей, 7000 инвалидов 173 человека. Оказание различных видов помощи через отделение срочного социального обслуживания в 2015 году представлена вот в такой таблице, я не буду вам ее зачитывать, потому что у всех это все потерялось в ваших правах. Хочу только сказать, что за 2015 год помощь в отделении срочного социального обслуживания получили более 5 тысяч человек на сумму 696 миллионов 992 рублей и 922 рубля. В 2015 году окажутся помощь также в этом отделении срочного социального обслуживания срочных и другие социального учеба на 31 декабря 2015 года состояли 1 401 семья, которые находились на содержании 3598 детей. На социальном сопровождении в филиале Танькова в 2015 году находил 15 выпускников интернатного учреждения. В течение года им оказалось 735 социальных услуг. Состоящее на социальном сопровождении петьми сиротам, получившим ее подговор безвозмездного пользования, окажутся социальная помощь в решении вопросов по оформлению жилищной субсидии, консультации юридов, психологов, другие виды и социальной помощи. С 1 июля 2011 года в сериале Танькова открыт сектором мобильной социальной службы, который предназначен для оказания разных услуг в социальном обслуживании всех территориального отечества гарантированных государственных социальных услуг, ориентированных на индивидуальные потребности клиента. За 2015 год услуги сектора мобильной социальной службы были оказаны 2142 малообеспеченным жителям района Танькова. Количество оказанных услуг за 2015 год это 3952 услуги. И веке с покупкой и доставкой продуктов на дом это 1960, получение доставки абссорбирующих белья и технических средств реабилитации на дом это 625 единиц. Получение доставки лекарственных средств 331 единица помощи уформления документов 426 посещения организаций по нуждам клиентов 355 помощи уформления ПР 24 случаи и другие все услуги выполнялись в этом отделении в мобильной социальной службе. Отделение дневного пребывания ОДП предназначается для социально-бытового культурного медицинского обслуживания инвалидов организации питания и отдыха поддержания активного образа жизни. Посетители отделений получают горячее питание в настоящее время с обед. Для посетителей предназначается консультация психологов бояристов организуются встречи с представителями органов пластия сотрудниками учреждения здравоохранения культуры МЧС ОВД ОСЖН проводятся культурно-просветительские досужные спортивно-оздоровительные мероприятия. К услугам клиентов работают клубы кружки клуб художественного мобильного россиянства литературно-этический клуб радуга клуб прикладного творчества и жутный дом клуб слабослышащих велокон клуб медицинская академия во что в дело тонкое клуб православная академия клуб любителей туризма шагающих общения и желания пропущения вечера клуб комплексовная грамотность и эрудит причем все эти клубы они совершенно не спадные туда могут приходить не только все люди которые у нас находятся в отделении дневного пребывания это 30 человек в каждую смену это могут просто приходить люди все жители микрорайона нашего конькова и даже из других районов например литературном и политическое объединение у нас разуга есть и приезжают люди могут сказать что очень москву приезжают к нам потому что у нас еще такой договор с литературным институтом и начинающие поэты литераторы приезжают и устраивают такие творческие большие вечера очень интересные и конечно пенсионерам тем более что еще на день города уже сложилась такая традиция что литературно-культическое объединение разуга проводит уже два было проведено таких больших мероприятиях фестиваль бандовской песни московские окна вот уже два года подряд мы проводим это в общем такой фестиваль большой где присутствует 40-50 человек которые со всеми москвой приезжают со своими новыми песнями занимаются тихами и в общем весь день у нас звучит музыка песня и поэтому может каждый человек совершенно бесплатно беззадист нам все за специальное обслуживание мы всех ждем вот количество обслуживных клиентов вот это за 11 смен это 330 человек то есть у нас за год 11 смен и я вам еще раз повторяю что вообще клубы вообще клубы могут приходить все жители района сотрудники селяла каньбу принимают самые активные чести в проведении общегородских благотворительных акций в период проведения благотворительных акций мой благотворительный бак еще в этом случае получили два малая частичных выпускника школы во время проведения благотворительных акций в период детей школы социальную помощь раньше школьной переписанной надежности и игрушки получили 47 детей с иметь годных категорий ежегодно сотрудниками сериала с новогодних поздравлений с участием Деда Мороза с имени пуски в 2015 году были поздравлены 27 детьми инвалидами. На новогодние представлениях было выдано 335 билетов детям из малачистичных семей. Но несколько лет назад были введены у нас в больших учреждениях и же инфлатные услуги. Это такие услуги, которые следствуют специальности, которые есть у нас, выполняются. Такие инфлатные услуги были выполнены, они выполняются на платную основу по социальным, так скажем, ценам. И таких услуг было приведено нашим сотрудникам, с сотрудниками задают 830 тысяч рублей. Мой доклад закончен. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Светлана Николаевна. Вопросы есть? Пожалуйста, Виталий, пожалуйста, улетите, пожалуйста, вот эти вот решения в клуб, какие-то на гражданстве, если люди, чем они там обучают. У нас есть клуб компьютерной грамотности, который с нуля обучает пенсионеров, с нуля обучает просто для тех людей, создается группа, у нас есть специалист. Здесь есть депутат, который знакомится с специалистом. Афицирована Светлана, она специалист у нас, специалист по информатизации. Группа 4-5 человек, и она с нуля может больше. С нуля? Да, с нуля. А потом клуб вооружит, это когда уже люди, они не пользуются электронной почтой, но не пользуются каким-то сайтом. Они приходят, потому что тогда уже повышают свой такой потенциал. Ну, а у нас 4-5 человек? Нет, 4-5 человек, а у нас занятия, 10 человек, это обучающая группа. А потом клуб вооружитых просто уже они сами занимаются то, чем вам интересно. Ну, конечно, вообще улучшить молодые люди. Да, потому что в округе фестиваль каждый год проходит, в округе проходит фестиваль по компьютерной грамотности, 4-5 человек, 4-5 человек. Спасибо. Хорошо, еще есть? Да. Один смена, это вот сколько, смена, это 30 дней, да? Нет, это не 30, это 22 рабочих дня. Да, 22 рабочих дня, и один сунитарный день. Нет, ну, я могу сказать, что вот это, делать, конечно, хорошее, но правда реально хорошее. Ну, там, кто-то сказал, захотел захопать. Реально захотел захопать. А можно как-то еще увидеть, что мне 330 было, а еще больше, 330. Нет, это дело, правда, шикарное. Конечно, я уже готовил. Конечно. Нет, просто потому что у нас помещение небольшое, у нас, что бы выжимать, у нас помещение многие были. Да, да, да. Давайте, мы можем чуть попозже отсыть. Попозже есть, почему, Галяевна? Ну, это достаточно. Да, давайте, Лариса, с Попозже. Как вы определяете количество этих самых ветеранов войны, и я, что вы видите, у вас запутят все эти вещи? Мы их не определяем, потому что у нас есть, раньше было управление социальной защиты населения района Конькова, а теперь это отдел социальной защиты района Конькова. Мы запрашиваем у них, если они нам их предоставляют. Я ветерану войны тоже? Да. Еще вопросы? Мы уже ветерану войны состоять, научил все, которые у нас обслуживаются на дому. Но, слава богу, вам пока это не нужно. Не нужно? Да. Я просто... Спасибо. У всех людей. Я уже услышал, что площадь недостаточная. Работа, которую вы проводите, она, конечно, очень нужна. И, коллеги, я много раз был, как-то использовался даже услугами, как много деятельный отец раньше. Вот. И часто захожу к главным каналам и рекомендую нашим избирателям, пенсионерам обращаться к предназначению. И всегда встречают там пенсионеров очень хорошо все отзывы. Это самое лучшее, самое прекрасное. Ну, вот вопрос такой с главным каналом. Кто определяет финансирование, как вы его получаете? Подушно по выполнению вот этой очень нужной работы, естественно, неополнению финансирования. И качество работы зависит от финансирования. Кто определяет объем финансирования и по каким принципам, какие критерии по финансированию? У нас есть годзадание. И у нас есть годзадание. Мы отслуживаем на дому 1364 человека. Самое большое количество у нас клиентов на дому. И у нас поэтому формируется, здесь формируется заработная плата. В основном, да, у нас учреждение такое, что заработная плата на тех людей, которые отслуживают клиентов на дому. И формируется годзадание. Мы просто считаем, сколько у нас на дому обслуживается людей, и сколько у отделений с рожденным официальным обслуживанием обращаются, и сколько у отделений, да, это все... Мы можем вам помочь, если недостаточная беночистка, но работа нужна. Дмитрий Викторович, предложение делов по величайнию. Хорошо, первые вопросы, коллеги. Буквально таким вопросом Ислана Николаевна дала ответ, как можно увеличить вашу полезную работу в районе, по количеству населения. Это понятно, но ограничено. У вас есть люди, которые находятся на обслуживании. Правильно? Да. Ну, может быть, имелось в виду также еще и площади. Да, это первое необходимое. Но я думаю, что здесь, конечно, и департамент, в том числе социального обслуживания, он тратит каждый день на количество обслуживания населения. Правильно? У вас площади, вы вот так, чтобы обозначить, они соответствуют тому нормативу, который есть? Площадь у нас не соответствует нормативу, потому что площадь, на самом деле, площадь, Центр Селяла-Канькова, она очень маленькая, она очень маленькая, даже если взять все на городском уровне, очень маленькая. Но сейчас, в связи с тем, что у нас прошла же, как везде, два года назад, реорганизация, оптимизация нашей службы, поэтому сейчас у нас сократились... Советство, что это у нас сократилось, при этом работа у нас осталась средней, может быть, поэтому, да, нам... Нет, нам просто, ну, просто сейчас более интенсивно работать, даже эффективно, интенсивно. Это два слова, которые сейчас определяют, по-моему, не только работу всей страны. И поэтому социальная защита, она не может работать как-то отдельно, поэтому мы тоже стараемся работать интенсивно, и эффективно. Поэтому нам, уважаемые мои коллеги, нам достаточно площади для того, чтобы мы могли выполнять ту работу. Нет, нет, которую мы выполняем. Потому что, да сейчас, просто почему? Месят лет назад мы, конечно, можно сказать, с 2000-х годов уже пытались расширить площадь своего центра. И практически мы на нашей территории нам все-таки предоставили, в очередной момент такой-то, предоставили два помещения. Но потом было получено, забрали, потому что во время оптимизации мы решили, что это будет... Ну, как, руководство решило, что будет это очень расточительно, иметь такие площади, например, детское отделение иметь в каждом районе. И поэтому так и делили четыре района, вы знаете, у нас, да, Ломоносовский, Ломоносовский, Каньково и Оборчевский. И вот, поднимите... Давайте так, значит, мы готовы помогать и стараемся... Пусть так, пусть так, пусть, 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 да, вот у нас отделение социальной реабилитации иметь в... У нас оно в Оборчевском, на два центра. То же самое в Ломоносовском районе. То есть это отделение, там, Ломоносовский, Ломоносовский. А то отделение создано. Но у нас, ну, вот, я не знаю, к вам обращался жалобами кто-то из жителей района, что... Нет, нет, у нас просто создана мобильная социальная служба. И она берет на себя эти заботы, вот, разных условий каких-то. Если человек действительно не может, абсорбируя себе ее, у нас вот 724 услуги. Да, вы выполнили. То есть это 70 человек в ней. Да, ну, тогда он на один ролик, я думаю, эффективность была бы... Мороносовский, у нас отделение... А, вы же, надо признать, что... Знаете, не знаю, что здорово, а тем, чтобы не подменять медицинские функции, получается? А правильно ли это, что отдали изначально отделение социальной реабилитации иметь в социальную службу? Или, может быть, нужно будет медицине оставить? Да, не знаю, что... Мороносовский, может, определить. Мороносовский, это... Да, да, да. Большое, я думаю, ссылок. Спасибо большое. Мороносовский, я понимаю, что... Поддерживаю. У нас большой был сэр. Так, ну, наверное, поддерживаю. А, ну, давайте перейдем. Какие мы так хотели? Так какие вот... Что хотели... Мы нашли другую работу людям. Троих заведующих. Да, трех заведующих. Но мы не стали специалистами. Хорошо, коллеги, давайте тогда... У нас впереди достаточно большое количество вопросов. Светлана Николаевна, я думаю, что дала достаточно вот такую... Обширную информацию... А, ну, знаете... А, ну, я примут, ну, у нас... Да, да, да. Это трубка, да. Да, да. Это трубка, да. Это трубка, да. Светлана Николаевна, начнем мы с тем... В целом, депутаты готовы голосовать за проект решения. Не бойтесь, что я не буду делать. А, ну, да. А, нет. Только, конечно, если пойдет. Так, хорошо. Тогда всем можем по голосованию... Дмитрий Михайловна... Стесуем голосование по проекту решения. Давай. Зачистываем проект решения. В целом, готовы голосовать? Продолжение следует... 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 Комиссии впоследствии были вынесены на рассмотрение Совета депутатов муниципального округа Канькова, и по ним были приняты соответствующие решения. Кроме того, был основан целый ряд других вопросов, в части разные, которые не требовали своего вынесения на рассмотрение Совета депутатов и по своему содержанию носили справочный и информационный характер. Полагаю, что за счетный период комиссия справилась со своими основными задачами. И в заключении хотелось бы поблагодарить за участие в работе регламентной комиссии как членов самой комиссии, так и депутатов нашего Совета, принимавших активное участие в ее деятельности. Спасибо, Сергей Иванович. Уважаемые коллеги, будут вопросы к Сергею Ивановичу? Да, у меня есть вопрос. Пожалуйста. Дима, начало с трудом. Ответы не получены по созданию депутатской группы. Ну вот мы же решили нам, советую депутатов, этот вопрос не выносить на комиссии, потому что, ну скажем так, он не совсем в свое время в этом вопросе. Потому что, ну, нет нигде в законодательном определении, что считать комиссией, что считать рабочей группой. Вот, и каким образом мы эти группы планировали, это самое главное еще. Давайте я добавлю, значит, мы на комиссии приняли решение вернуться к рассмотрению этого вопроса в начале 2016 года, это во-первых. Во-вторых, мной были написаны два обращения в Совет Муниципальных образований по этому вопросу о создании таких групп. Ну, и какие-то формы также известили. Поэтому вопрос находится в стадии обсуждения. Не исключено, что мы к рассмотрению данного вопроса вернемся в ближайшее время. При получении информации. Еще вопросы есть, коллеги? Нет. Силья, спасибо большое. В целом, я хотел позоверить и Сергея Ивановича, и депутатов, которые входят в софт-комиссии. Комиссия достаточно серьезная. Мы действительно просматриваем все, так сказать, правые и нормативные документы через комиссию. Работа проходит эффективно. Благодаря этому у нас, в общем-то, со стороны контролирующих органов не так много замечаний. Можно сказать, что их практически нет. Поэтому есть предложения, в целом, принять решение? Нет. В целом, готовы принимать? Я готов. Хорошо, за защитой. В соответствии с главным депутатом, муниципальным коньковом, положением постоянной комиссии, депутатом, муниципального конькова, организация работы с депутатом и о счетми контроля за работу органов не так много права с организацией так много права, ? Второе. Восковательное сообщество решения дает администрацию Министерства Конькова. Третье. Контроль. Восковательное сообщество решения дает администрацию Министерства Конькова. Уважаемые депутаты, кто за данное решение просит голосовать? Да? Против? Я согласна. Прошу ответить. В такое решение, в принципе, переходим к осмотрению вопроса. Об расчете постоянной комиссии депутаций Министерства Конькова по развитию Министерства Конькова за 2015 год. Наталья Николаевна Базовна. За период с 1 мая 2015 года по 31 декабря 2015 года проведено 16 заседаний комиссии. По вопросам. Наибольшее количество вопросов было о согласовании и внесении изменений в схеме размещения и функционалом особо подъездов на территории города района Москвы. В части как включение, в общем, в установке существующих локаций или исключение существующих локаций. О проекте решения по переводу жилого помещения, расположенного по адресу улица Прошаевный, дом 102, друг 47, у квартиры 4 нежилой с целью использования в качестве магазина непродовольственных товаров. Это также вопрос, мы неоднократно рассматривали на заседании комиссии. О расшаблаживании и рассмотрении ежегодного проекта адресного числа дворовых территорий для проведения работ по группе троих по дворовых территориях за счет средств скинурования права района, за счет средств шерр района, за счет средств дополнительного финансирования. О участии депутатов, шовета депутатов в работе комиссии осуществляется в открытии работы по многим условиям работ по благоустройству дворовых территорий. О согласовании размещения сезонных кафе-престационарных предприятий к общественному питанию Орукова по адресу Урсо-Профсоюзный, дом 104, и ОООДли по адресу Урсо-Профсоюзный, дом 109, корпус 2. Впервые рассматривался вопрос о региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в связи с новыми законодательными актами и согласовании адресу на пельщине многоквартирных домов специального ремонта на 2015-2016 годы. О согласовании адресу на пельщине дворовых территорий для работ по площадке деревьев Кустарникова. В этом году были рассмотрены проектами желаний квашалов ограниченного улицы. 1. Академика Апарина, Миклуха Маклая, Академика Волгина, Амичанова. Прочаузный Островичан, Выска Академика Капицы. 2. Миклуха Маклая, Академика Остиновича, Академика Волгина. 3. Академика Волгина, Бутверова Миклуха Маклая. 4. Генерала Антонова, Веденского, Миклуха Маклая, Простовидная. Облачево-Академика Волгина, Миклуха-Маклая и проектом 4289. Практически все наши, то есть мы практически проекты всех кварталов в прошлом году смотрели. О проекте, планирующей территории ленины возле метрополитетного участка, проектированной новой линией, проектированной станцией улицы Новатора, 3-го пересадочного контора до АДШ Коммунарска. Об ограждающих устройствах на придомовых территориях москвафильных домов по адресам. Улица Процесса, дом 94. Улица Академика Артема Волгина, дом 12, по 2-2. Улица Миклуха-Маклая, дом 44. О согласовании программы организации платно-городских парковок. Об обращении к гражданину Малакову по вопросу исполнения обязанностей ГФО «Жилищник» района Коньково. И последний наш вопрос мы с вами все рассматривали. Это о проекте здравостроительного плана ленинного участка. Улица Академика Кобильцева, лабине 32А. Я также хочу поблагодарить всех депутатов, потому что большинство депутатов принимали осуждение очень незначимых вопросов. И работали активно в данной комиссии. Хочу всех поблагодарить. Мы надеемся, что и в этот год мы также все активно будем заниматься решением значимых вопросов нашего района. Спасибо большое, Антон Анатольевна. Уважаемые коллеги, у кого есть вопросы, захватчиков? Рад ты смотришь талантом, Антон Анатольевна. Нет вопросов? Я не смотришь талантом, Антон Анатольевна. Тогда, коллеги, выступление у вас будет, Николай Анатольевна? Нет, у вас руки не принимать надо. Хорошо. Значит, есть еще какие-то мнения, выступления? Нету. Значит, действительно, Антон Анатольевна, спасибо вам огромное. Работа комиссии очень большая. На долю этой комиссии выпало большинство наших полномочий, результата наших полномочий. Это и 56-го закона, и 39-го наступившего. Поэтому, действительно, хотелось бы дойти на Антон Анатольевна, которая организует комиссию, организует работы комиссии, рассмотрение вопросов, и записавших, которые активно в работе комиссии принимают участие, не только те, которые состоят в комиссии, но и всех вас. Уважаемые коллеги, есть проект решения? В целом, готовы голосовать? Да, готовы. Защитую за решение. Нет. Продолжение следует... 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 Кто за данный проект решения? Прошу голосовать. Кто за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять, пять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать за, кто против? Раз, два, три. Против. Решение принято. Приходим за рассмотрение следующее решение. А все изменения следствия мы ставим Канькурва от 17-12 до 16-16. Уважаемые коллеги, у нас с вами на конец года образовался свободный остаток в размере 6 миллионов 740 тысяч. Это немножко больше, чем мы предполагаем. Значит так, я обозначал, что нам в начале года следствия свободного остатка придется выделить средства на охрану, на дополнительные предприятия и еще предложения по выделению средств денег и времени главы муниципального округа. Значит, здесь по охране, я думаю, что вопросов особо не возникнет. По мероприятиям, по праздничным я бы хотел немножко информацию предоставить. Значит, мы мероприятиям готовим, член мероприятия по инициативе молодежной палатки, при содействии молодежной палатки мы с вами план утверждали. Мероприятия по инициативе молодежной палатки, при содействии молодежной палатки. Ко днем молодежи, то есть, если можно, да, вывезти, потому что нет у меня. Значит, ко днем молодежи. Ко днем молодежи, да, летом, да, совершенно правильно. У нас мероприятие, это несложно, у нас мероприятие очень сложно, емона проходит в доме ребенка. Вот, и у нас еще два мероприятия на территории Яблонево сада, тоже, так сказать, с увеличением молодежи. Одно мероприятие, сейчас информацию принесут, я позначу название. Да, значит, дальше, сейчас пока информацию принесут, хочу обратить внимание на то, что у нас два мероприятия еще также запланированы по школам. Ну, это конкурс-фестиваль «Зарница» на базе учебного комплекса 49 в марте месяце. И в июне месяце мероприятие в комплексе учебном номер 113, посвященную ДИУМЭ. На этом мероприятии порядка 200 тысяч. Далее, мероприятие... Еще у нас заложено мероприятие по экскурсиям. Значит, в 2015 году, где есть месяцелетие Победы, у нас достаточно успешно прошли экскурсионные мероприятия. Мы ездили на экскурсии в город Дмитров, в город Тулу, в базе ветеранов. Вот, в этом году была запланирована экскурсия в рамках празднования Дня Победы в деревню Добосеково в мае. Экскурсия для город Мышкин в июне. В сентябре в город Жостково, ну, либо в Воскрестайне, вот сейчас тоже определяемся. И экскурсия, посвященная празднования 70-летних годовщин, где-то под Москвой, обзорная по Москве. Все по ветерану. А сколько сейчас будет? Нет, мне нравится. 400 тысяч на экскурсии будет, Давыдов спрашивает. Нет, 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 нет. Это конкурс, это идет, да, цена будет опущена, то есть средняя у нас получается порядка 6,8,8,5 тысячи. Т.е. мы практически можем вытащить, но мы все понимаем, что экскурсия сейчас включает также еще и стол. Мы тогда напомним. Праздник ярких людей Праздник ярких людей На эти цели мы просим выделить средства свободного остатка В размере 1.618.400 рублей И соответственно внести изменения Приложения номер 5 Уважаемые коллеги, есть вопросы? У меня есть поведение Сейчас мы разменяем движение средств Это же вопрос, старейший Меня буду сейчас приводить Я просто надеюсь, что это замечательно Дальше идет вопрос о изменении Вращение средств депутатов по бюджету Там все мы должны менять И покажем вопрос о первеннем главе округа Так как там все вопросы взаимосвязаны Я предлагаю сначала рассмотреть вопрос о премии А потом, если он будет решен положительно Уже тогда бюджет средства там Ну, коллеги, мы... Мы с вами... Мы с вами... Это не повестку, это первое А если депутаты... Если депутаты, значит, одобрят вопрос по премии Значит, будет выплата Не одобрят, значит, эти средства... Останутся на зарплатном этапе, да? А? Останутся на зарплатном этапе, да? Они останутся на счете, а в конце года придется свободной отстатой Зачем смысл длилить? Давайте сначала по премии решим, а потом будем... Да ты что, давай, лего? Зачем менять? Сколько? Значит, правильный обладает все, да, и считаете... Есть предложения... У нас повестка... Я понял... Значит, вы предлагаете поменять местами вопрос Но у нас сейчас... Вот я уже... Вопрос пришли к обсуждению, да? Я уже выступил по вопросу Поэтому давайте вот... Вопросы по докладу Вопросы по докладу Вопросы по докладу Вопросы по докладу Все вам готовы? Готовы Готовы Значит, голосуем за проект решения, либо за предложение Сергеевича За проект решения За проект решения Хорошо, тогда мы и определимся Тогда засчитываем проект решения Вопросы по докладу 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 8 8 9 10 12 11 14 Попут Против, 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 за, против, решение принято, переходим на следующий вопрос. Михаил Иванович, давайте с ним. Здравствуйте. Возьмем вопрос, что не в тяге опожнили главы Вячеслава Викторовской культуры. Докладчиком выступает Петра Алексеевич Ботя, который влезет в проект постановления по данному вопросу. Пожалуйста. Дорогие друзья, на бюджетной комиссии было просмотрено данное предложение, было принято решение, которое было предложено в области, в области, на комиссии. Была проанализирована работа за истекшим периодом 2020 года. С учетом информации Департамента территории ОКОК и правительства, о проведенной проверке и манитуре, на срыве, на раздель. То есть мы здесь не значим сильно нашему с Вами удовольствию, ни одно измещение за истекших лет перед нашей работой, как оформление на мотиве этого инструмента, их опубликование, вообще-то все работали между клиниками. Значит, мы вместе с Вами, мы были с Сергеем Кирилловичем, мы работали на этой институции, поэтому мы рассмотрели на это положение, то поощрении главы нашего, в размере 250 процентов. Здесь решение 2 с половиной. Прошу, еще добавлю, мы сегодня закончили этот отчет не в всех комиссиях, но в самых основных комиссиях, приемли, одобрили, то есть все выступали, депутаты, кто выступал, говорили, благодаря уже работе комиссии, отмечали ее отличную и слаженную работу. То есть это еще раз подтверждает, что руководство ведется в правильном выносении, комиссия работает, аппарат работает, в нашей программе, в отношении. Я очень хочу поддержать предложение в бюджетных компрессиях и проглашать данные вопросы по очень важным вещам. Наши разговоры, по итогам работы до 2000, что вы сгодите, в любом случае, по 56 процентов, перед нами, за то, что это было. Спасибо. Вопросы, Никита Алексеевич, пожалуйста. Меня не хватает. А что вы будете делать в премии? Это ко мне? Вам и в семье ответить? Значит, уважаемые коллеги, ну, естественно, все в семью, это понятно. Да, пример большая. Но дело не в этом. Значит, действительно, по мере работы, сталкиваюсь и на приеме. Ну, пример приведу, буквально, это вот, не знаю, если вы помните, утверждали решение по ремонту квартир ветеранов. Вот, у нас из пяти адресов, из шесть типов адресов два ремонта происходит. Вот в одной из квартир, из квартиры, к сожалению, так сказать, не было возможности выделить денежные средства на замену газовых ветеранов. Вот, и по, значит, взаимодействию с управой района, главой управы Игоря Ивановичем, значит, префектом Александровичем. Ну, грубо говоря, да, значит, денежные средства мы были выделены личные, И притом мы заказали, привезли, ГБУ жилищник по команде Викторовича смонтировал все. То есть здесь вот такая работа у нас произошла. Поэтому иногда и в такой благоуздавительной части тоже приходится участвовать, потому что, если сказать, когда приходит ветеран со срезами на глазах, здесь, конечно, сложно ему отказаться. Вот это не говорит о том, что я, конечно, могу всех объявить, но вот здесь именно так получилось. Как-то вот подошли люди, действительно участник боевых действий, значит, поэтому Никифоровский. Ну, я хочу сказать, что, ну, вот и я, да, мы депутаты, и вы тоже, я знаю, что и, значит, Ирина Михайловна так же поступает, Наталья Анатольевна, Михаил Николаевич, то есть многие из вас, той премии, которую вы получаете, так же, так же, так сказать, действуете на благих средствах. Поэтому, ну, продолжим в том же русском. Спасибо. Еще есть вопросы? Спасибо, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Не, мне, извините, Николаевич. Мне, Николаевич, вопрос. Николаевич, а просто не считаете ли вы разумно рассматривать вопрос поощрения после отчета главы? Я, вы знаете, приму ваше любое решение, Ну, в нашей практике так создано, что поощрение, значит, высших должностных лиц, это и главы муниципального круга, и главы администрации, происходило в последнем месяце декабря. Мы, благодаря, значит, резолюции комиссии коррупционной поправились, ушли на январь, я думаю, что это более правильное решение, по окончанию года принимаете решение по премии. В целом, за целый год действительно не было каких-то таких отрицательных моментов. Я не могу сам себя оценивать, это оцениваете вы. Ну, вот я просто вижу работу, как бы, аппарата, и нашу с вами ее планирую, потом вижу, так сказать, коррекции, ну, или какие-то замечания там, или, так сказать, какие-то предложения стороны контрольных органов департаментов, инфекторы, инфекторы. Ну, я бы не сказал, что они такие значительные, значит, мы действуем в русле взаимодействия. Вот. Поэтому у нас, мне кажется, вот так хорошо все и получается. У нас нет больших таких вот вопросов, в заключении мустава. Вот, поэтому здесь, как бы, вот, мой такой цель. Здесь как вы решите? Деньги не было. Да. Ну, да, спасибо. Еще есть вопрос. Вы, если желающие есть? Я желаю. Так, пожалуйста. Вы сами сказали, Сергей Николаевич, у нас не принято старт. У нас Ботенко выиграл процесс в суде, не устроен на работу, строительный пораженный на сухаритетах. У нас все так замечательно. Зачисляем, мы говорим, что это не так. Мне надо сейчас ответить? Прошу, давайте отвечу. Значит, устав у нас не принят по причине, в том числе и по вашей, потому что вы за устав в втором чтении окончательно не голосуете и не принимаете. Причем, значит, устав выносится уже чуть ли не в седьмой раз на голосование. И вины главы муниципального округа, и своей я не вижу. Это я от себя сейчас говорю. Если вы видите, вы, конечно, можете обсудить. Значит, и вины аппарата также не вижу. Действуем мы в рамках закона, на основании письма департамента Тирогана. Все, значит, эти вопросы выносятся постоянно на комиссии. Они все обсуждаются. Что касается Батенко, то, значит, поскольку конкурс был проведен, и также по рекомендации департамента этот был конкурс проведен, но, значит, Батенко представил документы, которые потом проверила, значит, у нас служба по кадрам и здесь с вопросами нашла ошибки. В соответствии с законом глава муниципального округа не может их подписать. Не, а в 50-й закон, в статье 13-14 муниципальной службы, не наш с вами порядок, который утверждали. Батенко сейчас подал заявление в суд на, так сказать, мое обращение по отказу в подписании контракта. Суд, значит, судебный процесс прошел, Батенко решение положительное суд принял по Батенко, но и под на апелляцию, значит, на это решение Московский городской суд. Поэтому решение не принято, не вступило в силу, точнее говоря, оно принято, не вступило в силу. Рассматриваться будет Московским городским судом, ну, там сроки вам известны, там конец марта, начало апреля, в лучшем случае. Поэтому вот такая ситуация. Но, опять же, это решение никоим образом не снимает с вас ответственности по принятию решения по уставу окончательному. Нисколько на это решение не влияет, поскольку конкурс и самая процедура проводились в соответствии с действующим уставом. Мы с вами внесли, значит, изменения в части утверждения в первом стене этих изменений, прошли в публичном слушании. Устав у нас, вот, зависит в таком положении уже почти два года, значит, и предписание прокуратуры не помогло, значит, и никак мы не можем его принять во втором стене. Поэтому, если бы я и обращался, то само к себе, все-таки, Иван Владимирович, вот почему у нас такая ситуация, почему бы ее блокировать. Здесь, Владимир Владимирович, нисколько не влияет на уставы. Но я вам отвечаю, а я вам не могу сказать. Так, вопрос еще есть? Желаю еще быстро объяснить. Но я считаю, что это удовольствие, потому что в председательстве это вопрос. Обратите внимание, что это документ, который пришел к нам из территориального органа, что он подозревает, что он подозревает, обратите внимание, вот на что. Кого-то ругают больше, кого-то ругают меньше. И в течение всей районе Юго-Западного округа, за исключением Канькова. Вот, примерно. Здесь есть районы, конечно, и в том, что здесь не важно. Да, здесь все есть, прошу прощения, и я не буду. Это можно на основе, чтобы выẳнете в Торботово, что вы могли не исполнить. Да, это нужно. А кто был в Торботово, в Оностаново? Ну, я был в Торботово. За химик, да. А мы получали наш ученик, вот это вам, господа. Правильно. Вы не упоминали уже через два раз. Вот решает инфляция. Давайте показать работы главы, Романгельского района и главы его аппарата. Давайте, я когда письма издаю, я не знаю. Если у вас в детстве вопросов и желающих выставить больше нет, давайте перейдем к процессу голосования. Возьмем проект постановления. Есть необходимость для вас замазать сначала за основу, не сразу, как я задавал. Защитное решение. Соответственно, что решает поддача закона города Москва 25-го номера 19-го номера 19-го номера 19-го номера 19-го ограничена счастлива по намного жилища замещающих униципальные должности в городе Москве, в пункте 2 части 309, в пункте 7-9 ст. 13-го устава на территории городского униципального управления униципального управления Кожбова, что это принято решение. 1. Почти главы муниципального управления Кожбова в Ейске Сергея Николаевича при итогах работы в 2015 году за успешные добросовестные исполнения своих должностных обязанностей в размере двух с половиной накладов еженнолетних денег на дорогах. 2. Службы по пугасовскому учебности администрации муниципального управления Кожбова произвести соответствующую пункту на основании настоящего решения. 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить по главному муниципального управления Кожбова униципального управления Кожбова и униципального управления Кожбова не могли бы. Не могли бы. На контроль за исполнением к одной ноге в каждую должностную на высшую должностную на высшую должностную на высшую должностную в сторону. Четыре. Четыре. Николай Шампин, Один дня, Четыре людей. Решение принято. Возвращаем на полномочий, поведено. Так, приходим к рассмотрению следующего вопроса. Девятый вопрос правительства дня. О congratulations проекта изменения системы применяющими акционалами подъема Юрия Конькова. Пожалуйста, в комиссию поступило обращение от Министерства и Притепции из Западного округа о том, чтобы рассмотреть вопросы о внесении схемы инвестициональных торговых объектов по администрации в доме 93.4 автомата за степеризации моноходов. Данный вопрос был рассмотрен на заседании комиссии и подвинить руководительные решения. Продолжение следует... 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 Департамент с нами взаимодействует, так же, как по всем НТО. Мы взаимодействуем. Значит, департамент будет со мной, это то что. Мы хотим обидеть Наталью Анатольевну, уважаемую силу. Мы просто даже не знаем, о чей это аппарат. Может, там Абрамовича какая-то. Весь не вред, а что, а не вред. А сколько, 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 сколько? Вот, сколько. Мы вредим, 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 вредим только нет. А я еще не могу заключать, только лучше пока ребенок лучше, но лучше все. Да, да, да. Соленка, я предлагаю согласовать. Да, да, да. Я предлагаю вам сказать, сейчас где-то место находится, это дом 93-44, который огороден, но тут и труды. И там получается, магазинов рядом нет, и стоит вот такой. Павильон. Там павильон небольшой. И там все жители на павильоне, там, стоят. Можно, 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 можно. Можно, можно, можно. Да, да. Да. Этот поменьше да, это аппарат. И стоят, это аппарат, свет. Один, один, один. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 в дальнейшем их выставлять на аукцион, совместно с Управой района Зам. Главы Управы обсуждена эта проблема, этот вопрос, и на совещании, после, точнее, совещания ввел такое предложение, оставить там проявление, чтобы поможем он будет. Потому что остальное, да, вот, неужели он, что так скажем, не будет востребован. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Восстановление правительства Москвы от 9 июня 2015 года на 143 годы. Омеряется в предшественной порядке размещения национального проекта в городе Москвы. В течение изменения права акта города Москвы в обязательстве права акта по действиям вложений права акта города Москвы. Восстановление обращения к инфекции в залу 28.12.2015, номер 02.135.45.09, и в ходе от 1.1.2016, номер 02.12.16. В связи с обращением решения, отказается в основании проекта изменений схемы размещения сезонных инфекциональных итогов объектов на территории района Канькова. В честь исключения схемы размещения адреса МТО со статализацией Клубника, имени Пульса, Союза, Владимиром Семеновича. Второе направление решения права Канькова в городе Москвы. В департаменте центральных и университетных инфекционных органов. Уважаемые депутаты, кто за данное решение? Вопрос. 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 Изменения, то что план досуговый, сами считают, что это заинственные и спортивные работы населения по месту жителей на Крым-Картал, который мы с вами находимся в Латково. Значит, есть изменения в мэрхопроговоренной комиссии, есть изменения со стороны управы района, и также есть дополнения администрации по месту. Значит, у вас есть в раздачном материале полная информация. Если есть вопросы, я думаю, что и представитель управы здесь, Владимир Юрьевич, который отвечает за эти вопросы, он вам ответит. Не только эти вопросы, и я у администрации. Вопросы есть? Пожалуйста. Вот у меня вопрос. Мы решение принимали по плану по проведению культурно-массовой работы, созданной на ступке. в том, что начались соревнования по длинным видам спорта, в том числе, с хоккейными соревнованиями. Сейчас уже 7 июня. Для этого у меня вопрос может быть и к плану по проведению. Это всё-таки к работе наших спортивных площадок, и желчастные. Скоррестные площадки в кругом опаея 29. В прошлом году я очень просил, чтобы там было доступное, чтобы был залив нормальный каток. Он не отходил. В необходимости я на удовольствие хожу туда каждый вечер, очень много даже взрослых катается, но в воскресенье произошел несчастный случай, травмировались дети, из-за налога льда, я сегодня снова пришел фотографировать, лед заливался один раз, и все, дальше трава не расширится, шнег почистился, только просто недавно. А составляющие визового покрытия ужасного, нет в районе Каньцова, от Волгино-Миклуха-Маклая, Беденовского и профсоюзной, достойного контакта. Екатеринбург. Можете вы форсироваться? В年前, вы можете его дорог Kent разобраться? И здесь мы в плане, как раз balladay, какие демонстрируем популяризму среди венщинщинц. Вопрос к кому? Николай. Вопрос по отсутствию хоккея. По хоккею у нас они имеются. В рамках работы Беслаба Бюджетского и Голдия в данном мероприятии является функциональной работой как госзадание, как отдельное мероприятие и соревнование на первый квартал этого года не запланированное, в больших обширных местах. Они все будут запланированы в рамках госзадания. Что это означает? Что дополнительные финансовые средства проведение того или иного турнира на первый квартал не имеющих ресурсов и не заложен. Более того, все соревнования по хоккею отборочные этапы районные прошли в прошлом году в декабре. И в январе в рамках окружной спортсмейтеады по хоккею, когда проходил в Яснево, в январские каникулы район Ханьковых в Держком возрасте занял первое место в округе Югозапорта. Сейчас будет представлять декабрь на уровне города. Вопрос по хоккею ведет, и именно воздействие мероприятия как соревнования не запланировано. Однако, например, в рамках работы нашего ГБУ-гладиатор именно их госзадания. Вот, суббота, например, 30-го, в исключении, 31-го января, на площадке Меглуха Маклая, 22-го, будет проведен некий символический товарищеский матч между командой администрации, управой, сотрудник ГБУ, гладиатором, есть предстоящие депутаты, что теми детьми, которые выиграли наш округ, то есть будет символическая такая игра, жительство со сладкими прижами, податками, но это в рамках работы ГБУ-гладиатор ГБУ-гладиатором. ГБУ-гладиатор 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 в реконструкции площадки, которая была в 2013 году у нее существенное технологическое нарушение виде уклона и залить ее достаточно тяжеловато. То есть на сегодня, буквально вчера, в очередной раз, в 4 часа дня была проведена проверка, совместно с жилищником, участком, кто забивает котов, принято решение, что в буквально в течение сегодняшних суток попытается провести порядок, однако, по году за 20-й день у нас планируется переход за 0, причем в год, Если вы помните мое обращение в рамках обсуждения данного вопроса в декабре или ноябре, то я призывал также, если есть специалисты, знающие люди и депутаты, готовы оказаться действием, как это происходит, например, на площадке Миклук Маклая-22, именно по жестким контролям самих жителей, мы ее переводим в то состояние, которое нужно жителям, то мы здесь готовы к совместной работе. Валерий Ильич, сразу коррекция, пока не задался вопрос. То есть в этом плане у нас спортивных мероприятий на площадках, в этом плане мероприятия на площадках, на первый квартал официальных мероприятий, на которые планируется затрата финансовых средств в рамках, либо выделено другого, либо выделено права, не запланировано. Там запланировано, на этих площадках у нас запланирована работа секционная, у нас запланирована работа нашего учреждения в рамках своего гос.жадания, секционная, подчеркиваю, именно работа. Каждый день на Миклук Маклая-22, раз в неделю на Бведенскую-13-Корпус-2, а также на площадке в районе Ящина, где нам передают возможность кататься на хорошем рейдуре для тренировки команды. Все, спасибо, спасибо. Мероприятия по хоккею по золотой шайбе окружных районных соревнований отборочных прошли в декабре, в январе был проведен финал на катках в Южном Бултово и Ящина. Наши дети дали обставить первое место Каньково. Но и сейчас, почему нету никаких мероприятий на катках нашего района мероприятий, потому что наша команда готовится, правда, тренировочный конец, который по заданию числится в клубе гладиатора, готовится к финальным соревнованиям на тренингство города. И где-то в феврале пройдут уже отборочные и финальные соревнования по золотой шайбе в качестве уже в графском соревновании. Поэтому, надеюсь, что все осталось делать. А после феврара-марса пройдет финал феросистский, и мы закончим в золотой шайбе. Я отвечаю тоже, помогаю Вадимой, как специалистам. Так как вы показываете вот эту вот оплату, голову оценить. Визуально можете так, извините, но не профессионально. Приезжайте в интернете, в этом году. Всё, не поставьте здесь, согласитесь, поддержите, что вы помогаете. Я думаю, что здесь вы получаете. Вы получаете, вы получаете. Приглашайте, конечно. Я не понял, я понял, я понял, я понял. Я понял, я понял. Дальше есть дополнение одного. Немножко упущена. Это часть, пункт 4, плана. В рамках работы КГБ-надиатор запланировано на КОСКУСКОНОМ ПОКРЦИЯ Производительно пока начало февраля, но тоже зависит от погодных условий. В районный этап зимних забав, есть такое кружное городское соревнование. Именно на коньках, именно на катке. Это будет официально в рамках нахоженной спортехиазы на КОСКУСКОНОМ ПОКРЦИЯ Я только хотел сказать, что мы понимаем, как муниципальные учреждения, так и государственные бюджеты и учреждения, они проводят работу не только для наших, так сказать, маленьких жителей, но и в принципе для жителей. В районе транспортивной тематики. И то, что мы с вами воспитываем какие-то, значит, команды добиваются очень замечательно. Но, конечно, с вами неудрия о том, что у нас площадки для массового пользования. Они у нас не пригодны. Вот в чем вопрос. И ставить на кончик этой встречи я просто вот скажу. В этом донесу, да? Что у нас мероприятий на этих площадках сейчас нет. Вот и все. Их нет в плане, их нет ни глухо, два ключа. Да. А там права, крепко залатают шайки. А вот это предприятие там, здесь. А вот это дорогие люди. Вечный и третий членникам нам залатают шайки. А вот и все. Все. Все, что это все начинает рываться после минус восьми, это не надо время кататься. Может не кататься, его рвешь просто. Рвешь от мороза. Да не рвешь, катаемся там, бить. А я не могу сказать. Вот так, убрань. У меня один вопрос в документации. А вы сейчас говорите, завтра через плюс тоже вы не возьмите. Ну дамитесь завтра, что в этом минус 9 было. Да, да, да. А вот и все. Мы не только, только вы. Это вы только, вы не только говорите, что вы все оболивались. И вот и минус восьми прищите. За обыдну. Мой будет именно, а не вернемся. Комментарии и вопрос. Вопрос первый к Владимиру Юрьевичу. Владимир Юрьевич сказал. Владимир Юрьевич, у нас проблемы с дома. Скажите мне, что за дом? Почему проблемы? Дом не дает что? Отключить им газ. Нет, это не смешно. Ну что это такое? Вопрос. Вопрос у меня. Какой дом? Почему проблемы? И почему вы не наведете в этом доме в порядок, чтобы он сгорел и готов? Это вопрос, первое. Второе. По поводу Петра Алексеевича. Поддерживаю. Речь идет не на ваш профессионалах, которые зажрались уже. Извините. Да, извините. Да, извините. А идите. Что ты речь о дите? Вот у нас уже дома нету катка. Почему? Сам заливал. Две недели. А здесь я его поддерживаю. Было холодно. Утром все, вечером растаяло. А послезавтра замело снегом. Все. Воды нету и так далее. В итоге мы лишились катка. Муниципалитет вообще не поможет ничего сделать. Понимаете? Управа. Управа. Да. Зачем я буду? Я понял, что невозможно сегодня залить каток. Потому что температура, перепады, это тяжело. Действительно тяжело. Но когда работают профессионалы, а управы у нас профессионалы по заливке, по заливке, как каток. В другую погоду катки. Ну они мне это говорят. А надо? Нет, а какой дом? Дом по заливке? Дом по заливке. Мы же не так. Все вам могут. Мы работаем все. Все. Вопрос в рабочем порядке решается. К сожалению, в момент заливки нас был. Технологически, лучше объяснять сейчас мы не будем, привлекать, что не будем. Значит, процесс заливки был возможен три дня. Со второго, по четвертый и двоя. Люди здесь, технологически, по погодным условиям, когда минус 22, 18, потом 0, потом опять минус 18, тяжеловато. Тяжеловато. В этими дни возникли проблемы с домом. Сидней давали залить. Но мы же правили. Залили. Володя. На данный каток. По поводу на контроле. Мы данный каток приведем в соответствии с тем и правилами. Хорошо, коллеги. Значит, по плану... Значит, то же. Зайло-осветательной, досугой, субтитровной, активной работы. У нас в суде, я думаю, что вопросов нет. Я единственное добавлю, уже выступал, что от администрации у нас добавляется к плану военно-патайпийский конкурс. Всего не станет. Зар, не станет. Да, это в Москве. Уважаемые коллеги. Значит, я предлагаю перейти к голосованию. Нет разражения? Нет. Все, мы готовы голосовать? Готовы. Так, в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 статьи и законов города Москвы, о том, что мы готовы голосовать в выводе на мунии, и т.д. Тяжелое предоставление. Отделение в обществу управлений, условия руководит Москва, отдельный план, отчет в обществе, обязательное решение. Первое. Нести в минутое решение среди депутатов муниципального конкурса 12.12.13.16.35 О согласовании с водного плана под особым составительной структурой на рейтинге, противоработки, соферение муниципального конкурса на первый портал, после 2016 года, изложив согласно предложению состоящему решению. Изложив руководитами на корпоративное предложение состоящему решению. Из шапки, где ведем соответствие, там еще управляем обращение к главу права 25.01.16.00. КН 08.43.24. Второе. Направить на статье решения управлений Каньбова в городе Москвы, для сельскохозяйственного института в городе Москвы, в департаменте и органы власти в городе Москвы. Третье. Опубликовать на статье решения в газете, на статье, на статье, на статье, на статье, на статье. Четвертое. Контроль выполнил на статье решения возложения главного муниципального Каньбова, Илья Николаевича. Уважаемые депутаты, прошу вам сказать, кто за данное решение. Впрочем, единогласно прошу отметить, что такое решение у Каньбова. Следующим рассмотрением вопроса. О внесении изменений дополнительного статуса в городском муниципальном Каньбове. Так, уважаемые коллеги, ну, мы с вами, как я уже сказал, Михаил Конович. Да. А вот вы, Федерский, тоже куда-то ищешь? Значит, мы с вами уже седьмой раз выносим этот вопрос. 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 Я, 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 я хочу сказать, я, я хочу сказать, значит, я, 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 что ты, Элина, Не надо, мы просто обсуждаем. Мы обсуждаем. Мы обсуждаем. Я, 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 два, я, коллеги, давайте, 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 я подозгою, ну, мы с тобой. Мы с тобой, мы будем работать. Ладно, кто отметился, кто не отмечился. Мы уже неоднократно выносили. Я напомню, что у нас устав предполагает в структуре своей, кроме внесения изменений и дополнений, о которых в последний раз писали депутаты, упомянутые Ивановичем, у нас имеет в структуре устав изменения полномочий, так называемых три в одном, то есть главой муниципального группы добавляют полномочия главы администрации либо парад. Соответственно, администрация перенаименований идет, ни изменений, ни организации перенаименований в аппарат. У нас сейчас действует 4-5 сотрудников, поэтому нет бессмысленно, так сказать, еще одну ставку, хотя мы в бюджете с вами заложили, но еще раз говорю, считаю бессмысленно. Эффективность налицо, экономия налицо, свободный остаток, проверьте других органов, пожалуйста, и КСП в том числе. Поэтому мотивы только личные. Я прошу вас еще раз убрать все личные мотивы. Мы с вами работаем не для себя. Как говорил известный политик, мы работаем сначала на Россию, а потом для себя. Поэтому сначала мы работаем на районе, на наших жителей. Поэтому здесь, что называется эффективность, экономия налицо. И я прошу поставить точку, еще раз прошу поставить точку в этих всех непонятных каких-то принципиальных разногласиях. Значит, устав выберен, замечания все приняты протокольные, нам остается только проголосовать. Пожалуйста, вопросы или мнения расскажите. Можно у меня? Я предлагаю сегодня снять этот вопрос, потому что устав принятие решения по уставу, он очень сложный. Мы сейчас опять затянем. Мы сейчас быстро давайте проголосуем, мы не будем сейчас вступать в диалоги и дискуссии. Ничего нового нет. Мы не скажем друг другу. Вопросы? Я допомню. Понимаете, да, мнение пока не поменялось. Сергей Николаевич, я хочу сказать, у нас были предписания международной членовской прокуратуры, у нас проработан устав внутри городского муниципального здания Муниципального Казанького, но я не вижу статьи 18, предписания, где, напишите, полномочия по родственникам депутатов, по образованию, помимо муниципальных служащих данного муниципалитета, главы муниципального округа, я еще не вижу организации дополнить профессиональную депутату Совета депутатов. То есть мы здесь опять, товарищи и уважаемые коллеги, учимлены. Хотя в законе это прописывается. В 22-й кумп не дополним по поводу дополнительного профессионального депутатства, по профессионному праву, а именно муниципального права. Коллеги, еще раз, хорошо, что Ирина Юрьевна вырывает из контекста некоторые предложения, но давайте смотреть устав в совокупности. Последние, в том числе поправки, они были на основании тех изменений, которые уничтожили законодательство, в том числе потоп образования. Значит, эти статьи есть, эти дополнения есть в других статьях. Это первое. Еще раз, коллеги, устав уже, значит, посмотрен вдоль и поперек, по диагонали, по вертикали, как хотите. У нас есть заключение, значит, Минюста. Давайте, я понимаю, что можно еще в федеральном законе что-то найти. Мы... Значит, еще раз, текст доработан. Надо проработать. Он уже... Значит, это лишь ваше желание уйти от решения вопроса. Еще раз. Нет, а конкретно что добавить? Значит, обучение в депутатах, имя травм, обучение. Там есть статья, вредные обучения. Это не зафиксировано. Значит, уважаемые коллеги, значит, еще раз, еще раз по образованию. Мы с вами вопрос уже обсуждали. В законе прописано, что мы можем обучаться. И в законе прописано, и в некоторых статьях уставок также прописано. В законе прописано, и в законе прописано. В законе прописано, и в законе прописано. Значит, я считаю, что те замечания, которые обозначены, несущественны. Они есть в других статьях, и не надо воровать из контекста, придумывать какие-то необоснованные причины и голосовать уставок. Это был элементальный источник. Он должен, соответственно, к генералам... Значит, еще раз, на 3-й, в том числе... В соответствии с пунктом 1.5.10.5.6 Федерального закона от 6 октября 3-го года, с номером 131 СССР, об общей кримии с организацией местного управления Российской Федерации, закон обоза Москвы от 6 ноября до 22-го года, на 56 Организация местного управления в городе Москве. Вторая. Кто за данное решение? Прошу голосовать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять, я уже посчитал. Девять, кто против? Раз, два, три, четыре, пять. А вы не голосуете? Нет. Значит, у нас девы за пять против. Должное количество голосов, квалифицированное большинство, десять голосов мы набрали. Поэтому один не голосовал, да. Значит, у него надо присутствовать здесь. Моё решение не принято. Для воровечек. Решение не принято. Приходим к следующему. А тут у нас есть жена. Да. Писание дураку распускаем. Пока мы будем на меня отпустить. Давайте дальше. Я тут и не буду уже. Насколько человек. Ну а что дальше? Время отмотрили. Ну а потому? Вот а мы с женщин когда-то вот. Кто-то уходит, кто-то приходит. Ну, кто-то эти быкинки. Когда-то уедет предложение, ну, можно было бы вывести. Мама. На все концу. Западе. Что это? Что это? Кого? Что это? Мы будем в секретаре. А что здесь происходит? А что здесь происходит? А что здесь происходит? Не может, кстати, надо уйти? Уважаемые коллеги, у нас с вами есть рекомендации Совета муниципальных образований и также в раздачном материале есть приказ репортамента Центрального форума Советной власти города Москвы и подписчику Ленина, где разработан порядок оформления представления правовых актов в упреплёнх, точнее порядок оформления представления правовых актов с ползным местным правилами надрегорских муниципальных правилам власти города Москвы, припоставить ровно с конецевластием для внесения в регистра. Где, пунктом 1, все муниципальные правила акции, принятые ровно местным правилам, подлежат направлению обвлечения муниципальных веков, которые, значит, которые спускают нас с ассоциацией Совета муниципальных образований в городе Москвы. В связи с этим, значит, нами подготовлено проект, решение о том, чтобы установить основное муниципальное правовое акто, уходное в местном управлении муниципального городского, значит, два печатных издания. Это газета «Муниципальный лестник» и «Белесень Московского муниципального лестника». С размещениями муниципального лестника вы все знаете, он достаточно плотный, но в небольшом количестве распространяется, порядка 10-11 экземпляров. Поэтому нам предложены адреса распространения. Вот я прошу обратить внимание на приложения. Омен старта муниципального лестника «Рапин Коньково», «Управа», «Блужуевичнг район Коньково», «Бллетки» по 176-190, «Муниципальный лестник», «Свэн Коньково», «Новел классеров, «МПЦРМ» Коньково», «ГБУСДЦ» , «ГБУСДЦ» «ГБУСДЦ Коньково». Коллеги, я прошу, так сказать, просмотреть проект «Неужели», ознакомиться с этим, у вас материалов были направлены с местами распространения, Ты, пожалуйста, готов выслушать вопрос. Можно? Можно сказать, чтобы поправили правильное название. Седьмой пункт, где наименование организации сейчас называется отдел социальной защиты населения района Конькова. Не РОСЖН, а ОСЖН района полностью Конькова. Да, правильно. РОСЖН район Конькова. А теперь РОСЖН район Конькова, Конькова у нас получился. РОСЖН. Да, да, да. Понимаете? Еще раз. РОСЖН. РОСЖН. А Сергей Николаевич, можно добавить список на распространение еще вот клуб шампа? Нет? Ну, пожалуйста, я думаю, что он будет просто... А чего же это? Ну, чтобы официально нормально, да. Да, да. РОСЖН. 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 Сергей Иванович, еще можно ремарку однознать? В 9-й Геоменса Кольцова, а тут отличаться ли мы, он шакадемика Голгина, дом 23. Нет! Сергей Иванович, по праву, все-таки. Сергей Иванович, у нас вопрос на внесение и изменение решений с депутатами Конькова, 29.09.2015 года, номер 114. Значит, я хочу сказать, что мы созвонились с регистром, и советуем из пары образования, сегодня еще созванивался с регистром. Значит, есть вложения, это вопрос сегодня не рассматривать, там есть ряд внесений по тексту и... Нет, это неправильно, ребята. Возьми ровно. Можно вложить? Возьми ровно. Возьми ровно. Возьми ровно. Возьми ровно. Возьми ровно. Сергей Иванович сказал правильно, мы проголосовали за повестку. Сейчас идет такая игра, вот там премия за, громом впереди и так далее. Сегодня я специально приехал и достался своего вопроса для принятия решения. Решение было такое. Значит, я вам обратился с письмом. Департамент потребительских услуг и торговли хотел, хочет выключить из системы размещения моих объектов. Я предупредил, что нам было уже принято решение, и мы на комиссии принимали тоже решение. Я вас депутатам прошу оставить то решение, которое было изначально. Изначально. Изначально решение было принято, оно у вас есть. Ура. Там много других адресов. Мы это тоже обсуждали. Я не знаю, какие другие не другие адресы не волнуют. Я тоже специально дождался для того, чтобы мы вот вы Сергей Николаевич специально поставили его последним, а потом сказали, что мы его снимаем. Для чего вот это все? Я хочу тогда вас попросить, во-первых, оставить это решение без изменения, которое есть. Вот я и хочу, чтобы мы с ним приняли решение, оставить здесь. Тогда оставим без изменения. Тогда больше мы его не внушим. Мы его не внушим? Нет, мы его не внушим. Нет, мы его не внушим. Да. Значит, вот подожди, Свет. Вот когда мы меняли, скажут, что я, Сергей Николаевич ее не меняет. Говорит, что у нас есть повестка. Я смотрю, не договорю. Вы можете сейчас освоить. Мое предложение не голосовать, потому что нет у нас четкого основания для освоения данного вопроса. У нас есть... Вы, наверное, так хотите, сделаем так, а важно, нет. Вы действительно поджимаете, Сергей Николаевич? Я согласен? Ребят, давайте снимаем вопрос. Еще по внимательной подумайте. Я вас прошу на следующий раз. Что же подумать? Да, и я тоже подумаю. Вы все же подумайте, оставляйте решение то, которое есть. Другое решение... Хотя и то, и это решение не дает никакого права в ней дальше существовать, к сожалению. Сергей Николаевич не хотел принять решение по просьбе незаконных действий сотрудников управы, департамента и других организаций по отношению ко мне. Но приятности... Другие, длёха такие минуты, Другие, сонами ровнования, приезжание ко мне в очередь. Но приятности, приезжание ко мне в очередь. Поддержку дня продолжать... ...прежиций ко мне в очередь. Это именно того, что вы для успеху лиц позволяете... Приспоя, что вы должны... Я не могу! Продолжение закончено! Пробедание закончено! У нас есть все. У нас есть все. Субтитры создавал DimaTorzok